Привет всем и подписчикам! Сегодня мы будем делать такой североамериканский завтрак. Называется он вафли бельгийские. Они здесь очень-очень сильно популярны на завтрак. Я уже при обзоре своей кладовки делала обзор и сказала, что у меня есть вафельница, которую мы купили. И мы не знали, пойдут нам вафли бельгийские или нет. В общем, вы знаете, они нам пошли даже очень хорошо. Новую вафельницу я еще пока не приобрела, но мы это будем делать. Нам нужно еще и фуд-процессор купить. Фуд-процессор это кухонный комбайн, там просто есть терка механическая. Меня это устраивает, собственно говоря, может быть я только механическую терочку и буду искать. Может быть я куплю насадку на вот этот свой комбайн, который я имею, кухонный. Может быть я куплю что-то попроще, посмотрим по времени, по финансам, как у нас будет. В общем, в любом случае, давайте приступим к тому, что у нас входит в наши бельгийские вафельки. Итак, нам понадобится 2 стакана молока и 2 стакана муки. Также понадобится 2 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки cooking oil. Как она здесь называется? Cooking oil это любое растительное масло. Я беру оливковое масло, я всегда готовлю. Я взяла немножко blueberries, потому что я буду делать на них на вафле подливочку из blueberries. Blueberries в английском языке это переводится как blueberry, да, голубая ягода. Значит, наверное, голубика, да, скорее всего, не черника. То есть я беру голубику, если у вас нет голубики, то сейчас секундочку вам покажу, продаются различные соусы. Если вы живете в Канаде, то есть совершенно различные варианты соусов. У меня есть 2 соуса. Это знаменитый кленовый сироп, это в данном случае из магазина Superstore. Либо продаются различные сиропы, в данном случае это у меня тоже, опять-таки, blueberry syrup, он уже приготовленный. Если у вас нет времени, вы можете использовать его. И нам, конечно же, понадобятся взбитые сливки. Некоторые люди любят покупать взбитые сливки, уже готовые. Они продаются, они не только сделаны из полуфабрикатов. Сейчас, секундочку, я у себя в холодильнике тут копошусь. Надо было мне раньше вообще-то, конечно, достать. Но в любом случае они делаются не только из полуфабрикатов. Есть у нас вот такие вупень-крем. Я их буду сама взбивать, потому что мне кажется, что эти вупень-кремы, они намного, конечно же, вкуснее, чем те, что продаются уже в банках. То есть уже в баллонах таких, да. То есть эти мне нравятся больше. Здесь 35% жирности. Конечно, нехилая жирность, но она есть. Значит, я уже говорила о сахаре. А в блуберис нам понадобится 2 яйца. Также нам понадобится 2 чайные ложечки baking powder. Вот на английском языке. То есть по своей сути это порошок для печенья. Я туда добавлю также немножко ванили. Наверное, добавлю 1 чайную ложечку ванили. То есть и 3 четвертых ложечки соли. Это все, короче, нужно просто-напросто будет замутить, создать тесто и испечь в нашей вафельнице. Сейчас мы все это дело с вами провернем. Давайте возьмем... Так, стоп. Молоко наше сюда бросим. Так. Затем что у нас тут? Масло. То есть по своей сути вы добавляете туда в это тесто, это как блинчики, да, густые блины. Это же тесто вы можете использовать и на американские панкейксы. Но панкейкс мы с вами сделаем в следующий раз. Как-нибудь так, да. Значит, мы добавляем 2 чайные ложечки бейкинг павдер. Я беру бейкинг павдер туда. Так, стоп. 1 чайную ложечку. Сейчас мы возьмем ванильки. Я возьму, чтобы оно у меня вкусно пахло. Я уже говорила об этом. Я покупаю подобный ванильный экстракт в Костка. Продается он там. Это ванильные стручки, настоянные на сверту. Очень-очень вкусно пахнет. 2 яйца. Сейчас мы туда бросим 2 яйца. Я беру яйца от счастливых куриц, которые бегают у нас на свободе, которые не сидят в клетке. Называются они органические такие яйца. То есть это от свободных, свободу попугаем. Вот такие вот у нас есть курочки. Затем 2 столовые ложки сахара. Сейчас мы добавим. Так. Раз. Два. Немножко соли. Сейчас я хватану соль. Так, где у меня тут кожерная соль. Вот она мне нравится больше всех. Вот немножко соли туда. Немножко, я сказала. Вот. И давайте это все перемешаем. Сейчас это все безобразие. Сначала медленно. И потом мы добавим муки. И у нас будет готово уже тесто на вахле. Делается очень легко и просто. Американцы и канадцы едят очень хорошие завтраки. Они продуманы с позиции того, что конкретно нужно съесть человеку. У них очень здоровое отношение к жизни, очень здоровое питание. Очень многие могут думать, что канадцы и американцы едят нездоровую пищу. Это все зависит от конкретно семьи, какая культура питания в семье. Но в основном, конечно же, пропагандируется очень здоровый образ жизни. Без курения, без выпивки, без ничего. Давайте я сейчас замешу тесто и покажу вам, какой консистенции оно у меня получится. Вот, пожалуйста, я сейчас засыпала муку. Давайте ее перемешаем. Затем очень намедленно. Вмешаем ее туда и потом разобьем просто тесто, чтобы оно было без комочков. Что нам понадобится для того, чтобы сделать сироп из блуберри, свой собственный? Если вы, допустим, не хотите использовать уже приготовленный, я беру свежие ягоды. Возьму 2 стакана, я возьму 3 четвертых стакана сахара, половина стакана воды. Я возьму 1 чайную ложку свежего лимонного сока. Это все бросается в кастрюльку и варится на медленном огне 12 минут. И ваш блуберри сироп будет готов. Но дело в том, что если у вас останется излишки, вы запросто можете положить его в бутылочку и затем положить его в холодильник и использовать при других назначениях. Если же вы не делаете вафельки, я уже замесила тесто, я поставила в стороне, пока я его не пеку. Если же вы не делаете вафли, то безусловно, такой блуберри сироп будет очень вкусный и с нашими обычными русскими блинами. И делается он очень легко. Всего 12 минут из свежих ягод. Давайте сварим сиропчик сейчас. Так, вот она. Взяла я кастрюльку. И в эту кастрюльку мы бросаем ягоды, 2 стакана, в воду, в сахар, лимонный сок. Замечательно. Так, теперь включаем на небольшую газюрку. У меня в данном случае плита электрическая. Я включу, наверное, на 3,5. Все гениальное просто. Пожалуйста, это если у вас есть свежая голубика. Опять же таки, в Канаде свежая голубика есть круглый год. Она никогда не пропадает из магазинов. Вообще никогда не пропадает из магазинов. Если у нас ее не присылают в Калифорнию, то у нас ее присылает в Чили. Если не присылает в Чили, то присылает Мексика. Очень много жарких стран, которые растят. Голубика у нас в основном, конечно же, голубика 90% поступления. Ее идет у нас из штата Калифорния. Большое спасибо Калифорнии и всем, кто там живет, работает в этом штате. Потому что, если бы не было Калифорнии, я не знаю, как бы мы жили. К сожалению, я очень жалею, что я открыла свой канал несколько позже. Я бы вам с удовольствием... Я думаю, что, в принципе, когда я буду путешествовать со своим супругом, мы все-таки с ним поедем в Калифорнию и всякое такое. То есть я вам покажу Калифорнию своими глазами. Потому что каждый видит природу по-разному, правильно? И то, как я вижу Калифорнию, у меня к этому штату свое особое, очень-очень хорошее отношение. Я уже говорила о том, что я очень люблю Соединенные Штаты Америки. Я никоим образом его не унижаю, не умоляю. Его достоинства этой страны страна очень хорошая, великолепная. Значит, я поставила, когда начнет она у нас готовиться, мы проверим, что у нас получается на 12 минут. У самого момента, когда она начнет вариться, Blueberries, будет 12 минут. А за этот момент мы пока перейдем и взобьем наши сливочки. В наши взбитые сливки я возьму всего лишь стакан. Стакан. Не влазит в камеру. Стакан взбитых сливок. Не взбитых. Они только будут еще взбиваться, правильно? Что это я говорю-то? Я возьму, немного взобью. Стакан сливок жирных. Возьму на каждый стакан 2 столовые ложки сахара и 1-2 чайные ложечки я возьму ванильки, чтобы оно было вкусно, чтобы оно все у нас очень вкусно пахло. Ванилина я возьму. Опять-таки, свой любимый концентрат ванильный. И поставлю взбиваться все это при высоких оборотах. Пока взбиваются наши сливки, мы будем следить за приготовлением соуса. Буквально пару минут позже. Смотрите, какая консистенция. Видите, как оно хорошо взбилось. Очень-очень густые, прекрасные сливки у нас есть. Сейчас мы это все выложим в другую тарелочку. Опустим все это. Снимем. Ой, какая красота! Я взбитые сливки. Люблю страшно. Мои рецепты, конечно, не для тех, кто сидит на диете. Я на диетах не сижу. И вам не советую. Жизнь одна. Так. Вот. Ну, безусловно, за своим питанием нужно смотреть. Вкусно. Так, проверяем, как поживает наш сиропчик. Он у меня только сейчас закипел. И я сейчас посмотрю, ли меня устраивает эта температура, как интенсивно он кипит. Он не должен кипеть очень интенсивно. Он должен быть слегка так кип делать, вот такой легкий кип. В принципе, он у нас его и делает слегка. Вот при таком легком кипе мы должны продержать его 12 минут. Сейчас, секундочку, я поставлю таймер. 12. Старт. Через 12 минут у нас таймер сработает на микроволновке. Давайте перейдем к выпечке наших вафель. Вафли я еще пока не пекла. И вообще, кто-нибудь заберите от меня взбитые сливки, потому что их никому не достанется. Все сама съем. Так, вот она. Это моя вафельница, которую мы купили в Волмарте. Совершенно, совершенно дешевое приобретение. Я даже не знаю, сколько она стоила. По-моему, долларов 25, что ли. Брали мы ее на пробу. Но работает. Вот, пожалуйста, вот такого рода у меня вафельница. Сейчас она нагреется. Я ставлю на... Не видно. Третью. Тут же мукой запачкала сейчас. Я ставлю на 3. Это все зависит от того, насколько темные вафли вы хотите. Я ставлю что-то посерединке. Я не очень люблю такие зажаренные вафельки. Сейчас я принесу мое масло Пэм брызгательное, которым я постоянно брызгаю. То есть он уже сбрызган в поверхности для того, чтобы ничего не прилипало. Я брызгаю всего лишь один раз. И больше эту ерунду я не повторяю, потому что я считаю, что этого достаточно. Тем более у нас в тесте уже есть маслечко и всякое такое. Давайте подождем, пока оно разогреется. Я здесь имею такую ложку в тесте, которая явно не для диеты такая, а лаженция такая. Вот разогрелась моя уже вафельница. Дымится она у меня аки врата ада. Давайте попробуем. Будем надеяться, что этого теста, которое забирается ложкой, будет вполне достаточно для того, чтобы испечь хорошую вафлю. Может быть, недостаточно, не знаю. Сейчас будем поглядеть, сейчас будем экспериментировать. Может, немножко кривоватые выйдут, но ничего, зато хорошие вафли будут. Мои вафли наглым образом пытаются вылезти из вафельницы. Вот, пожалуйста, вот такие вафельки у нас получаются. Смотрите, девчоночки, девчулечки, мальчишечки, все, кто меня смотрит, посмотрите, какая красота. Обалдеть, обалдеть, пушистые, вкусные. Так, сейчас мы все туда приходим. Это небольшая порция вафель будет у нас. Я сейчас скажу, на какую порцию это вафелек у нас тут будет. Еще добавлю немножко. Так, чтобы красивше-то было, красивше. Так, все, закрываем и ждем, пока это безобразие у нас все испечется. И таким образом мы печем вафли. Я вам потом в конце посчитаю, скажу, сколько вафелек выходит. Ну, конечно, у меня они выходят немножко с обрезанными краями, но все равно вафли получаются очень вкусные. Из количества, которые я намесила, намесила, вышло 12 вафель. Дюжина получилась, дюжина. Вот здесь у нас есть взбитые сливки. Вот в таком виде у нас блубери сироп. Он не очень густой получается. Ну, в общем, все должно выйти великолепно. Давайте сейчас подадим все это безобразие к столу. Так, вот мы бросили вафельки. Мой муж выразил наконец-то желание что-то покушать весь дома, а не покупать всякую ерунду. У него мы нальем блубери сироп, который у нас вышел. вот такой красивый сиропчик мы польем и добавим взбитые сливки. И все это ему в гараж, где он строит свои прибамбасы, ему отнесем. Вот такой канадский, североамериканский breakfast, завтрак. Приятного аппетита! Всем спасибо за внимание, всем, кому нравится мой канал, подписывайтесь на него. Всем пока-пока!